Когда я просматриваю свои заметки о Шерлоке Холмсе, я нахожу так много интересных и необычных дел, что просто не знаю, о каком из них вам сегодня рассказать. Ах, да, простите меня, я забыл представиться. Доктор Джон Ордсон, отставной офицер военно-медицинской службы. Да-да, тот самый, друг и биограф знаменитого Шерлока Холмса. Вы все, конечно, знаете, что это был великий человек. Многогранная натура. Так, например, Холмс превосходно играл на скрипке. Вечерами, положив скрипку на колени, он откидывался на спинку кресла, закрывал глаза и небрежно водил смычком по струнам. Иногда раздавались звучные, печальные аккорды, другой раз неслись звуки, в которых слышалось неистовое веселье. Очевидно, они соответствовали его настроению. Но то ли звуки рождали это настроение, то ли они сами были порождением каких-то причудливых мыслей или просто прихоти, этого я никак не мог понять. Вероятно, вы думаете, что чувство, которое я неизменно испытывал к нему, можно выразить одним словом восхищение. Да, 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 я восхищался. И вместе с тем должен сознаться, иногда мой знаменитый друг раздражал меня. Меня раздражал, например, его нервоучительный, недопускающий возражений тон и даже, вынужден это сказать, некоторое тщеславие, которое мой друг умело скрывал от посторонних. Так однажды, в тот далекий зимний день, с которого я и начну свой рассказ, мы сидели у камина в его уютной квартире на Бейкер-стрит. Кстати, мой дорогой Ватсон, по поводу вашей повести, которую вы опубликовали под таким интригующим названием «Этсюд в багровых танках». Так вот, не могу вас поздравить с успехом. То есть как? А так, расследование преступления точная наука. По крайней мере, должно ею быть. И описывать этот вид деятельности надо в строго бесстрастной манере. А у вас там сантименты. Передайте мне, пожалуйста, спички. Пожалуйста, кофе вам. Да, сантименты. Там это все равно, что в рассуждении о пятом постулате Эвклида включить пикантную любовную историю. Позвольте, но там действительно была романтическая история. Вы меня удивляете, Холмс. Я просто строго придерживался фактов. А кое о чем можно было и умолчать или хотя бы соблюдать меру. Единственное, что заслуживает внимания в этом деле это метод, который привел к успешному раскрытию идеала. Ах, метод. Но не могу же я в угоду вашему бесценному методу нарушать художественную ткань моих произведений. Я не хотел вас обидеть, но ведь именно благодаря этому методу и появилась моя уникальная профессия, точнее я сам создал ее. Согласитесь, что второго Шерлока Холмса нет на свете. Единственный на весь мир частный детектив. Единственный частный детектив консультант. Последняя высшая инстанция. Когда Грэгсон, Лайстрейт и прочие умники из Скотланд-Ярда в тупике, а это их нормальное состояние, они приходят ко мне. Извините меня, Холмс, но мне хотелось бы подвергнуть ваш метод небольшому испытанию. Я буду очень рад. Дайте мне любую задачу, пожалуйста. Вот, у меня есть часы. Они попали ко мне недавно. Будьте так добры, скажите, пожалуйста, каковы были привычки и характер их последнего хозяина. Вот эти часы. Лупу дайте мне, пожалуйста. Вот. прошу. Благодарю. Так. Так. Нет, почти ничего нельзя сказать. Часы недавно побывали в ремонте, их тщательно почистили, так что я лишён возможности утверждать что-нибудь наверняка. Так я и думал. Но кое-что, вот, я в них всё-таки увидел. Если я ошибусь, поправьте меня, пожалуйста. Часы принадлежали вашему старшему брату, а он унаследовал их от отца. Ну, на эту мысль вас навели буквы, выгравированные на крышке. А что ещё вы увидели в этих часах? Ваш брат был человек очень беспорядочный, легкомысленный и неаккуратный. Он наследовал приличное состояние. Перед ним было будущее, но он всё промотал, жил в бедности, хотя порой ему и улыбался фортуна. В конце концов, он спился и умер. вот и всё, что удалось мне извлечь из часов. Это, знаете ли, Холмс, в высшей степени некрасиво с вашей стороны. Вы каким-то образом проведали о судьбе моего несчастного брата, а теперь делаете вид, что вам это стало известно каким-то чудом только сейчас. Это жестоко и, если на то пошло, отдаёт шарлатанство. Мой дорогой отцин, простите меня, ради Бога, я, решая задачу, забыл, что она близко касается вас. Забыл. И не подумал, что упоминание о вашем брате будет тяжело для вас. Простите меня. Но уверяю вас, я ничего не знал о существовании вашего брата до той минуты, пока не увидел часы. Тогда объясните мне, как вы всё это узнали. Ваш рассказ о моём брате соответствует действительности до мельчайших подробностей. Ведь это не просто догадка. Разумеется, нет. Я никогда не гадаю. Очень дурная привычка гадать. Действует гибельно на способность логически мыслить. Я осмысливаю мелкие факты, которые другие не замечают. вот, например, футляр часов. Видите, в двух местах он помят и чем-то сильно поцарапан. Очевидно, ключом или монетами, которые ваш брат носил в одном кармане с часами. Ясно, что человек, обращающийся с часами, стоящими 50 геней таким беспардонным образом, аккуратностью не отличается. Нетрудно также сообразить, что если человек получил по наследству такие дорогие часы, то и само наследство было немаленькое. Правда? Удивительно. Ну, а остальное? Вот. На внутренней стороне крышки загляните-ка. Да? Я разглядел при помощи лупы не менее четырех номеров квитанции английского ломбарда. Вывод. Ваш брат часто оказывался на милипе. Да, да, да. Дальше. Посмотрите, сколько царапин на нижней крышке. Видите? Это следы ключа, которым не сразу попадают в отверстие. У человека не пьющего таких царапин на часах не бывает. У пьяниц они всегда. Вон, сколько отметин оставила не твердая рука вашего брата. Как видите, в том, что я вам сказал, нет никакого чуда. да, я сожалею, что был несправедлив к вам, Холмс. А есть ли у вас сейчас на руках какое-нибудь интересное дело? Интересное дело? Вот. Посмотрите-ка. вот это письмо получено с последней почты. Читайте вслух. Сегодня вечером без четверти восемь к вам зайдет господин, который желает посоветоваться по очень важному делу. Услуги, которые вы оказали недавно одной из королевских фамилий Европы, доказывают, что вам можно доверять дела чрезвычайной важности, такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Будьте дома в этот час и не считайте оскорблением, если посетитель будет в маске. Это без даты, без подписи, без адреса. В самом деле загадочно. Что бы это все могло значить? Ну, идем. У меня пока нет никаких данных. Теоретизировать не имеет данных значит совершать грубейшую ошибку. Но о самой записке я кое-что могу сказать. Впрочем, а что вы думаете о ней? Я? Ну? Ну, что ж, я постараюсь применить ваш метод. давайте. Ну, во-первых, человек, который писал это, по-видимому, располагает средствами. Такая бумага стоит не меньше полкрона за пачку. Она необычайно крепкая и плотная. Так, необычайно самое подходящее слово. Продолжайте, доктор. Во-вторых, это значит не английская бумага. Превосходно. Вы делаете успехи, Олдсон. Бумага изготовлена в богемии, о чем свидетельствуют водяные знаки. Ну, а в-третьих? Ну, а в-третьих, ну, совершенно верно. Записку писал немец. Да? Именно. Вот, заметьте-ка, мой друг, характерное построение фразы. Такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Так обращаться с глаголами может только немец. Следовательно, остается только узнать, что нужно этому немцу, который пишет на богемской бумаге и предпочитает явиться в маске. А, вот он сам, если не ошибаюсь. Ага, изящная маленькая карета и пара рысаков по сто пятьдесят геней. Может быть, мне лучше уйти, холлс? Нет, нет, оставайтесь, доктор. Что я стану делать без моего биографа? Войдите. с ним. Вы получили мою записку? Я сообщал, что приеду к вам. Садитесь, пожалуйста. С кем имею честь говорить? Можете называть меня графом фон Крам, богямским дворянином. мое дело столь чрезвычайной важности, что я предпочел бы беседовать с вами наедине. Пожалуй, мне лучше быть тихо. Нет, сидите, доктор, сидите. Это мой друг и коллега доктор Уотсон. Мы выслужим вас оба. Полагаю, что этот джентльмен ваш друг, человек чести, достойный полного доверия. Да, в присутствии этого джентльмена вы можете говорить все, что сказали бы мне с глазу на глаз. Хорошо. Но я должен взять с вас обоих слово, что дело, о котором я сейчас расскажу, останется в тайне два года. Даю слово. И я тоже. Простите, что я в маске, а в густейшее лицо, на службе у которого я состою, пожелало, чтобы его доверенный остался неизвестным. Это я заметил. Обстоятельства весьма щекотливы. И необходимо принять все меры, чтобы предотвратить скандал, который может скомпрометировать одну из царствующих династий Европы. Короче, дело связано с домом Орнштейнов, наследных королей Богемии. Если бы, Ваше Величество, соблаговолили скорее изложить дело, мне было бы легче дать вам совет. что? Да, вы правы. Я король. Зачем скрывать? Действительно, зачем? Ваше Величество еще не начали говорить. Как я уже знал, что передо мной король Богемии. Вы понимаете, вы понимаете, что я не привык лично заниматься такими делами. Однако вопрос настолько щекотлив, что я не мог доверить его никому. Я приехал инкогнито, специально за тем, чтобы посоветоваться с вами. Прошу вас. Факты вкратце таковы. лет пять назад, после продолжительного пребывания в Варшаве, я познакомился с известной артисткой Ирен Адлер. Это имя вам знакомо? Ирен Адлер. Будьте любезны, доктор, дайте-ка мою картотеку. Прошу вас, Халмс. Спасибо. Ирен Адлер, сейчас посмотрим. Так, родилась в Нью-Джерси сопрано Ласкало. Так, так. Примадонна императорской оперы в Варшаве. Так. А, проживает в Лондоне. Совершенно верно. Так. Вы, очевидно, переписывались с этой молодой особой и желали бы теперь получить обратно письма, которые могут вас скомпрометировать, так? Совершенно верно. Но каким образом вы... Вы тайно обвенчались с ней? Нет. Оставили какие-нибудь документы или свидетельства? Ничего. В таком случае, я не понимаю ваше вещество. Если эта женщина захочет воспользоваться письмами для каких-нибудь целей, то как она докажет их подлинность? Но мой почерк... Почерк легко подделать. А почтовая бумага с моим именем? Украдена. Моя фотография? Куплена. Но мы сфотографированы вместе. О, вот это действительно плохо. Ваше вещество допустили большую оплошность. Я был без ума от нее. Я был совсем молод. А вы не пробовали купить фотографию? Она не желает ее продавать. Я пробовал ее выкрасть. Дважды нанимал взломщиков. Они перерыли у нее весь дом. Когда она путешествовала, мы обыскали ее багаж. Дважды пытались заманить в ловушку. Никаких результатов. Никаких следов фотографии? Абсолютно никаких. Любопытная задачка. Но для меня это очень серьезно. Еще бы. А для чего ей нужна фотография? Чтобы погубить меня. Каким образом? Я собираюсь жениться. Об этом я слышал. На Клутильде Лотман фон Сакса Меннинген, второй дочери скандинавского короля. Быть может вам известно, что это семья строгих правил. Малейшая тень сомнений относительно моего прошлого повела бы к разрыву. А Ирэн Адлер? Она грозится послать им фотографию. И она непременно это сделает. У нее железный характер. Да, да, она ни перед чем не остановится, лишь бы не дать мне жениться на другой. Вы уверены, что она еще не отослала эту фотографию? Уверен. Почему? Она сказала, что пошлет фотографию в тот день, когда будет объявлено о помолвке. А это намечено на ближайший понедельник. У нас впереди целых три дня. Вам повезло. Вы, конечно, останетесь пока в Лондоне. Конечно. Меня можно найти в гостинице Лэнгхэм. Я дам вам знать, как подвигается дело. Я очень прошу вас, я так волнуюсь. А как насчет денег? Тратьте, сколько сочтете нужным. Я готов отдать за эту фотографию любую провинцию моего королевства. Очень хорошо. А на текущие расходы? Здесь 300 фунтов золотом и 700 ассигнациями. Очень хорошо. Минутку, ваше лицо. Вот вам расписка. Адрес манвазель? Брайни Лодж серпентайн авенюн. Еще один вопрос. Фотография была кабинетного формата? Да. Ну теперь доброй ночи, ваше величество. Я надеюсь, что вы скоро услышите хорошие весны. Доброй ночи. До свидания. Уотсон, если вы будете любезно зайти завтра в 3 часа, я охотно побеседую с вами об этом деле. Так, до сатра фольф. До сатра. Играет музыка. Играет музыка. Добрый день, мисс Истеттель. Добрый день, доктор Уотсон. Проходите, пожалуйста. Благодарю, благодарю. Мистер Холмс дома? Нет еще. Он вышел из дома в начале девятого, обещал быть к трем. Я его подожду. Пожалуйста. Клянусь честью, я не уйду, пока не узнаю, чем закончится это дело. Кто бы это мог быть? Я открою, миссис Теннер. Чем могу вам служить, папаша? Мистер Шелла Холмс дома? Нет, но я его заменяю. Вы, вероятно, кучер? Кучер, кучер, да. Только я сейчас без работы. Ой, значит, нет Холмса. Вы можете рассказать мне все, что хотели рассказать ему. А я хочу видеть самого Холмса. Но я же вам говорю, что я его заменяю. По какому делу мы пошли? Чего? По делу Ирен Адлер. Что? Вы знаете Ирен Адлер? Знаю, я все знаю. Расскажите мне, это все равно, что рассказать Холмсу. Нет, я должен рассказать только ему самому. Ну тогда подождите его. Поймите, это чрезвычайно важно. Не хочу ждать и все. Не хочу ждать, понятно? Не хочу терять даром время, ни ради кого. Если мистера Холмса нету, пусть себе все узнает сам. Вам я ничего не скажу. Более мне ваше физиономие не нравится. Это подожди, подожди, приятель, подожди. Подожди, подожди, у тебя есть важные сведения, и ты не уйдешь отсюда. Нет, не уйдешь. Не уйдешь. А я говорю, не уйдешь. Вот так. Посиди-ка в этом кресле. Придется вам, хотите или нет, подождать мистера Холмса. Хорошие прощения с гостем. Я пришел сюда, чтобы поговорить с мистером Холмсом. А вы набросите на меня. Хотя я вас знать не знаю. Хорошенькое обращение, человек. Вам не сделают ничего плохого. Холмс очень скоро вернется. Могли бы предложить сигару и мне. Холмс, вы здесь? Как видите. А где же старик? А вот он, вот он. Весь бакенбарды, парик, брови. Я знал, что мой маскарад удачен, но не предполагал, что он выдержит такое испытание. Вот он, сигары не надо, а вот спички. Прошу вас, Холмс. Я трубочку. Это изумительно. Из вас вышел бы отличный актер. То есть просто великолепнейший актер. Вы кашляете точь в точь, как постоялец работного дома. Видите ли, я работал в этом маскарадном костюме весь день. Ну и потеха. Я помог конюхам почистить лошади и получил за это два пенца, стакан портера пополам с Элем, две щепотки табака и вдоль свиньи о мисс Адлер и некоторых других лицах. Так, так. Знаете, отцом, удивительно, какая-то связь существует, своего рода братство между всеми, кто имеет дело с лошадьми. Станьте конюхом или грумом, и вы узнаете все, что вам надо. Что же вы узнали об Эрен Адлер? Так вот, живет она тихо, в изящной двухэтажной вильне, выступает в концертах, ежедневно в пять часов дня выезжает на прогулку и ровно в семь возвращается домой. Дом ее стоит на безлюдной улице, позади него сад. В правой части дома большая гостиная с высокими окнами, а на окнах нелепые наши задвижки, которые откроет любой ребенок. Ну, а что вы можете сказать о хозяйке? О, это очаровательная особа, Вотсон. Любой мужчина способен отдать за нее жизнь. О, даже вы, Холмс? Да не говорите глупостей, я просто констатирую факт. Вы говорили с ней? Не только говорил, но и принял участие в бракосочетании девицы Эрен Адлер с Готфри Нортоном, холостяком. То есть как? Я стоял в компании Кучеров и Конюхов возле ее дома, и вдруг из него вышли, а лучше сказать, выбежали и Эрен Адлер, и адвокат Нортон, довольно интересный мужчина, с орлиным носом и усами. Подавайте, Джон. Слушаюсь, сэр. На, на, на. Прошу вас, Ирена. Церковь Святой Моники. Гоните, что есть духу, Джон. Слушаюсь, Мисс. Олгинеи, если довезете за 20 минут. Есть. Ирна. Ну, на, взели. Эй, Кэпмэн. Чего тебе? Церковь Святой Моники. А деньги у тебя, любезные, есть? Вот эти полсы, вероятно, будут ваши, если довезете за 20 минут. Слушаюсь. Неужели нельзя без свидетелей? Увы, у вас не выполнены формальности. Поймите, мы не можем откладывать. Нас преследуют. Доминус в обиску. Ищите свидетеля. Хорошо, я найду его на улице. Торопитесь. Через 5 минут я должен уехать. Вот свидетель. Слава Богу. Вас-то нам и нужно, любезный. Все. Идемте, идемте. Идемте. Чем дело? Чем дело? Ради Бога, идемте же. Я вас очень прошу. Понимаете, иначе все будет незаконно. Незаконно? Не в моих привычках рушать законы. Нет, нет, нет. Вы просто будете нашим свидетелем. Вот за хлопоты. Вот суверен. Идемте же. За суверен могу. О, пожалуйста. Вот этот суверен, Отсон. Я собираюсь носить эту монету на цепочку часов в память об этом событии. Но дело приняло неожиданный оборот. Что же дальше? Я тоже испугался, что мои планы могут сорваться. Было похоже, что молодожены собираются немедленно уехать. К счастью, после церемонии они разъехались в разные стороны. А я вернулся, чтобы заняться своим делом. В чем же оно заключается? Отсон, я не успел поесть. И мне нужно подготовиться к новой роли в сцене, которую нам с вами предстоит сыграть. Я могу рассчитывать на вас, доктор? Так, разумеется. Отлично. Да, мистер Холмс. Миссис Тернер. Принесите нам, пожалуйста, немного мяса и пива. Хорошо, сэр. Ну вот, а за столом мы обсудим план действий. Сейчас я вас покину только на несколько минут снять весь этот маскарад. Пожалуйста, доктор. Спасибо, миссис Тернер. Отличное пиво, миссис Тернер. Очень рада. Приятного аппетита, сын мой. Что? Это вы, Холмс? О, знаете, я поражен. Вы не просто переоделись в священника. Изменилось лицо, манеры, выражение глаз. Да, когда вы стали криминалистом, сцена потеряла прекрасного актера. Давайте подкрепимся, доктор. Вы не будете возражать, сын мой, если нам придется приступить закон? Ни в малейшей степени. И вас не пугает возможность ареста? Ради вашего дела я готов и на это. Великолепно. Я был уверен, что на вас можно положиться. Но что вы задумали? Мисс Ирэм, вернее, миссис Нортон, возвратится домой в семь часов вечера. Так. К тому времени мы должны быть на месте, чтобы встретить ее возле дома. И что дальше? Остальное предоставьте мне. Я настаиваю только на одном. Что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Понимаете? Я должен сделать вид, будто я посторонний. Вот именно. Вероятно, возникнет какая-нибудь неприятность. Не вмешивайтесь. Кончится тем, что меня проводят в дом. Вот тут вы подойдите к окну. Хорошо. Когда оно откроется, вы бросите в окно то, что я вам сейчас дам. И начнете кричать «Пожар!». Вы меня поняли? Вполне. Вот эта штука. Держите. Обыкновенная дымовая шашка, снабженная с обоих концов капсулями для самовоспламенения. Тут нет ничего опасного. Итак, вы заключите «Пожар!» и уйдете. А я догоню вас через несколько минут. Можете на меня положиться. Отлично. Нам, пожалуй, пора. По вашему рассказу, я заключил, что это довольно тихий и безлюдный квартал. А здесь весьма людьми. Да, странно. Как-то странно. Вам не кажется, доктор, что бракосочетание Ирэн Адлер значительно упрощает дело? Теперь фотография становится обоюдоострым оружием. Возможно, мисс Ирэн в такой же степени не хочет, чтобы фотографию видел мистер Нортон, как наш клиент не хочет, чтобы она попалась на глаза его принцессе. Вопрос в том, где нам найти эту фотографию. Ума не приложу. Вряд ли Ирэн держит ее при себе. Карточка кабинетного формата. И спрятать ее в платье нелегко. Кроме того, Ирэн знает, что король способен ей устроить западню. Это уже пытались сделать. Да, мы можем быть уверены, что с собой она фотографию не носит. Возможно, она хранит ее у своего банкира или у своего адвоката. Нет, женщины по природе скрытные сами хранят свои секреты. Кроме того, не забудьте, она ведь хотела пустить в ход фотографии в ближайшие дни. Для этого нужно иметь ее под рукой. Да, фотография у нее дома. Но взломщики два раза перерыли весь дом. Чепуха они не умеют искать. А как вы будете искать? Вообще не буду. Простите, а как же? Она сама покажет, где фотография? Нет, она откажется. Это ей не удастся. Погодите. Это ее экипаж. Теперь в точности выполняйте все мои указания. Вот это карета! Карета? Ландо! Лошади, лошади какие! Пожалуйста, мисс! Отойди, я первый прибежал. А нет! Ишь какой! На мой зарптах позарился. Это ты мне перебежал дорогу. А вот иди! Ах, вот так! Пуча! Это ты сам виноват. Тот первый стрел в дверку. А вот и нет. Ты, приятель, слепой. А ты пустая дневная бочка. Ступай, стирать! Кривая рожа, если не хочешь познакомиться с моей палкой. Ты образина! Боже, что вы делаете? Дайте же мне пройти. Смотрите, эти бродяги хотят у вас тащить пушелек. Помогите! Прекратите, дети мои, прекратите. Сударь, не волнуйтесь. Я иду к вам на помощь. Что такое? Кровь! У него кровь! Кровь! Полиция! 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 Полиция убивают! Плохо дело, Джим. А это ты! Это ты, рыжий! Ты его, а не я! Бежим! Бежим! Что с вами, святой отец? Боже! Кажется, он сильно ранен. Он умер! Нет, 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 он еще жив. Он храбрый мал этот священник. Если б не он эти бродяги отобрали бы у дамы кошелек и часы. Их тут целая шайка. Смотрите, смотрите, он тыщий. Но он умрет, если везти его в больницу. Не оставляй же его на улице. Вы позволите перенести его в дом, сударыня? Ну, конечно, конечно. Перенесите его в гостиную. Там будет удобно. Осторожно, осторожно. Осторожно, пожалуйста. Джон, помогите, пожалуйста. Осторожно. Осторожно, несите. Осторожнее. Вот сюда, пожалуйста. Вот на этот диван. Осторожно. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Бог благословит вас за вашу доброту. Добрая леди. Мэри, Мэри. Скорее, воды и полотенце. Что? Что со мной? Где я? Лежите спокойно. Сейчас вам станет легче. Мэри, как вы себя чувствуете? У вас болит голова? Да, да. Ага, сейчас я вам сделаю компресс, а потом придет доктор. Я уже послала за ним. Вот вода и полотенце. Вот вода и полотенце, сударыня. Спасибо. Нет, 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 нет. Что вы, что вы, что вы? Зачем вы понимаете, сударь? Вам надо лежать. Трудно дышать. Нельзя ли открыть окно? Сейчас, Мэри, откройте окно. Что это? Пожар! Пожар! Мы горим, сударыня. Мэри, Джон, отнесите раненого в безопасное место. Боже мой, мои бумаги. Ага, вот где она хранится. Я так и думал. Это ложная тревога, сударыня. Ложная тревога. Посмотрите, это всего-навсего дымовая шашка. Чья-то глупая шутка. Шутка? Да. Дымовая шашка. А как вы себя чувствуете, сударь? Я вижу вам лучше. Да, благодарю вас, сударыня. Мне это, мне лучше. Кто же это так нехорошо подшутил над вами? Я бы тоже это хотела знать. Джон, выкиньте в окно шашку и присмотрите за нашим больным. Мэри, ступайте за мной. Да, мне много лучше. Я могу идти домой. Да, но у вас кровь на щеке. Как же вы? Ну, пустяки, сын мой. Вот вода, полотенце. Я вытру все это. Ну, вот и все. Прощайте. Передайте вашей хозяйке мою сердечную благодарность. Прощайте. Он ушел, Джон? Да только что. Как он себя вел? Ну, никак. Встал, вытер кровь со щеки и ушел. Да, он просил передать вам благодарность. Так. Мэри, я вернусь через час. Вы пойдете в этом мужском костюме, сударыня? Да. Вы это ловко проделали, доктор, как нельзя лучше. Вы добыли фотографию? Нет, но я знаю, где она спрятана. А как же вы это узнали? Она сама мне показала, как я ей предсказывал. Ничего не понимаю. Все очень просто, Вотсон. Вы, конечно, догадались, что все эти зеваки на улице мои сообщники, я их нанял на это видео. Да, это я догадался, правда, не сразу. Но вы сказали, что она показала вам, где фотографии. Когда в доме пожар, инстинкт заставляет женщину спасать то, что ей всего дороже. Замужняя женщина бросается к ребенку, незамужняя хватает шкатулку с драгоценностями. Мне было ясно, что наша леди бросится спасать фотографию. Она так и поступила. Фотография находится в тайнике за выдвижной панелью. Как раз над шнурком от звонка. Она наполовину вытащила уже фотографию. Я даже увидел краешек. Когда же я крикнул, что тревога ложная, она положила фотографию обратно. Затем она вышла из комнаты. Я хотел взять фотографию, но вошел кучер. Пришлось отложить это до другого раза. Излишняя поспешность у отца может погубить все. Ну, практически наши розыски закончены. Завтра мы с королем и с вами, если пожелаете, нанесем леди Рен визит. Вообще, сын, я сожалею, что взялся за это дело. Почему? Ведь в конце концов мы не причиним ей никакого вреда. Мы только помешаем ей причинить вред другому человеку. Ну, вот мы и пришли. Мы отправимся туда завтра рано утром. Доброй ночи! Доброй ночи, мистер Шерлокомпс! Кто это поздоровался со мной? Вон тот юноша в длинном пальто. Да, пожалуй, больше некому. Где-то я слышал этот голос. Ну, до утра, отцы. Мы поедем туда завтра рано утром. Спокойной ночи, Холмс. Я должен немедленно послать телеграмму королю. Где-то я слышал этот голос. Субтитры создавал DimaTorzok Вы действительно добыли фотографию? Нет еще. Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро. Ну, у вас есть надежда? Есть. В таком случае едем? Я сгораю от нетерпения. Нам нужно еще допить наш кофе. Нам также нужен Кэп. Мой экипаж у дверей. Это упрощает дело. Вы позавтракали, доктор? Да, благодарю вас. Тогда едем. Так вот, Ваше Величество, Ирэн Адлер вышла замуж. Замуж? Когда? Вчера. За кого? За очень порядочного человека. Адвоката по имени Нортон. Но она, она, конечно, не любит его. Надеюсь, что любит. Вы так говорите? Не понимаю. Что ж непонятно. Если эта дама любит своего мужа, значит, она не любит Ваше Величество. Если она не любит Ваше Величество, у нее нет оснований мешать планам Вашего Величества. Верно. Верно. И все же... Ох, как бы я хотел, чтобы она была королевской кровью. Какая бы это была королева. Приехали. Что такое? Вот, сын, все двери открыты. Да. Здравствуйте, сударыня. С добрым утром. Мистер Шерлок Холмс? Да, я Шерлок Холмс. Моя хозяйка предупредила меня, что вы, вероятно, зайдете. Так вот, сегодня утром в 5 часов 15 минут она уехала. Что? Со своим мужем с вокзала Чарлингкросс. Она едет на континент. Вы хотите сказать, что она покинула Англию? Навсегда. На фотографии. Неужели все погибло? Посмотрим. Разрешите, нам надо войти в дом. Так, вот этот тайник. Ага. Здесь что-то есть. Так. Фотографии Ренадлер. Дайте ее сюда. Пожалуйста. Письмо. Мистеру Шерлоку Холмсу Эсквайру. Дорогой мистер Шерлок Холмс. Вы действительно великолепно все это разыграли и обвели меня вокруг пальца. Должна признаться, меня предупредили, что король в Лондоне и может обратиться к вам. И все же вы застали меня врасплох и узнали все, что хотели узнать. Как я могла подумать, что вы явитесь в облике милого старого священника? Но все-таки я кое-что заподозрила. Я следовала за вами до вашего дома и убедилась, что мной действительно интересуется знаменитый Шерлок Холмс. Вот почему вы найдете гнездо опустевшим. Что касается фотографии, то ваш клиент может быть спокоен. Я люблю и любима. Человеком благороднее его. Что такое? Король может поступать, как ему удобно, без помехи со стороны той, кому он причинил столько зла. Черт знает, что такое. Я сохраню фотографию только ради своей безопасности. Она защитит меня от возможных притязаний короля. Я оставляю взамен другую фотографию и остаюсь, дорогой мистер Шерлок Холмс, преданный вам Ирэн Нортон, урожденный Адлеш. Что за женщина! Что за женщина! Разве она не была бы восхитительной королевой? Как жаль! Как жаль, что она не ровня мне! Да, мне кажется, она действительно не ровня вашему величеству. Я сожалею, что не смог довести ваше дело до более удачного завершения. Напротив! Напротив! Больше удачи трудно было ожидать. Ее слово нерушимо. Мне теперь ничто не грозит. Фотография словно бы сгорела. Я рад слышать это. Как мне вознаградить вас? Может быть, это изумрудное кольцо? Я прошу вас принять его. У вашего величества есть нечто более ценное для меня. Вам стоит только назвать. Вот это фотография. Фотографии Ирэн? Ну, разумеется, если вам угодно. Благодарю. В таком случае, с этим делом покончено. Честь имею. Идемте, доктор. Разрешите пожелать всего наилучшего вашему величеству. Вы чем-то расстроены, Холмус? Нисколько. Вы даже тогда не пожелали заметить протянутые руки короля. Ни разу в жизни я не испытывал более глубокого стыда, чем в те минуты, когда эта прелестная женщина с такой добротой ухаживала за раненым священником. Я рад это слышать, Холмус. Я всегда знал, что такой человек, как вы, должен глубоко чувствовать. И когда вы иронизировали над чувствами, вы просто разыгрывали меня. Чувства. Я никогда не допущу вторжения чувства в мой внутренний мир. Это значило бы внести хаос, который помешал бы работе моей мысли. Женщины для меня не существуют. И все-таки, друзья мои, мне кажется, что одна женщина для него существовала. Недаром, вспоминая ее, он всегда говорил «Та женщина». 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 «Та женщина».